Ну, что такое BPC и с чем они влияют, это, наверное, все знают, это реклама, которая показывается в результатах их выдачи, то есть, когда вы, например, ищете какие-нибудь там чехлы для айфонов, то сверху первые три позиции, сбоку первые четыре и там посередке внизу, если вы видите, Sponsored Paradox показывается, это означает, что это реклама, которой люди заплатили деньги, чтобы туда попасть, чтобы их показывать. Соответственно, реклама на аукционы, то есть, что значит аукционы, это довольно просто, понимаете, кто больше заплатил, того выше показали. То есть, если вы заплатили, грубо говоря, 10 центов, вас покажут где-то, ну, по какому-нибудь, довольно конкурентному запросу, например, чехлы для айфонов, да, то вас покажут, если вообще покажут где-нибудь в самом низу на 150-й странице, ну, это, грубо говоря. Если вы заплатили за чехлы за айфону 5 долларов за один клик, то вас покажут на самом первом месте, еще включили B+, на первой странице, ну, и, соответственно, это будет вам стоить 5 долларов за то, что человек нажал на вас. То есть, здесь деньги снимают за клик. Каким образом начинать рекламную кампанию? Давайте рассмотрим несколько способов. Самый первый и самый, наверное, самый доброкачественный способ, но он не самый дешевый, это автокомпания. Ну, предположим, давайте рассмотрим такой вариант. Мы начали продавать чехлы для айфонов или спиннеры. Ну, спиннеры, наверное, уже вообще никому не интересны, они умерли в связи, тем более, с последними событиями, что их сертифицировать надо. Давайте про чехлы про айфонов расскажем. Они всегда живы, соответственно, для того, чтобы начать продавать чехлы для айфонов, вам нужно получить какой-то трафик, получить какие-то посетители на свою страницу. И самый простой способ, тем более, когда индийская SEO уже работает, это с помощью рекламы. То есть, вы даете рекламу на Амазоне, и посетители приходят к вам, смотрят на вашу страницу и, возможно, приобретают. Значит, самое главное, точно так же, как и индийская SEO, здесь ключевой момент, чтобы у вас был вырезан листик. Потому что PPC очень сильно зависит от конверсии. Чем лучше у вас конверсии, тем лучше у вас взяла PPC, чем чаще Амазон вас станет. Амазон очень любит хорошие листинги, он любит листинги с высокой конверсией, соответственно, он вам будет давать приоритет, если у вас довольно высокая конверсия, довольно высокая PPC. Соответственно, прежде чем давать рекламу, это абсолютно нормально, и для других продвижений вам нужно вырезать листинги, чтобы ваш CTR был довольно высокий. Как это дело все знают, это тема отдельного семинара, вебинара, я об этом не буду застряться. Description, фотографии, буллеты, отзывы. По-прочему, просто надо объяснить, смотри, CTR, просто кто может не в курсе, кто не занимался рекламой и так далее, CTR это соотношение показов к кликам. То есть ACOS это именно для покупки, а CTR это именно вас показали, рекламный браузер, Google, Яндекс и Амазон считают, что он вас показал. Соотношение показов к кликам, то есть 100 раз показали, 1 раз кликнули, вот что такое CTR. Или 10 к одному, например. Да, да. Значит, Амазон любит высокий CTR и Амазон любит высокий конверс. То есть надо стараться максимально вырезать свой листинг для того, чтобы удачно вести свою компанию. Я могу сказать, ну, если ты хорошо похвастаться, но у меня товары есть некоторые, у которых, ну, не CTR, а конверсия порядка 20%. Это довольно, скажем так, я знаю, что есть люди выше, у кого 30% там бывает, но 20% тоже неплохой результат. Поэтому, ну, там вырезан листинг, там хорошие фотографии профессиональные, там хорошее описание, масса отзывов, видеоотзывы, соответственно, фотографии и так далее. То есть вот неплохой листинг, он имеет конверсию порядка 10% и выше. Ну, к этому надо стремиться. Секунду, посмотрю, скажу сейчас, какой у нас CTR. Ты не CTR, а конверсию смотри. CTR может быть 0,1%, 0,15%, 0,20%. На КОС сейчас 18. Так, с этим разберусь. 18 КОС это очень хороший АКОС. Да, причем на автомате. Забили на все, короче. Сейчас CTR посмотрю. Ну, CTR до 0,54%, а конверсия это у нас что тут, какую надо открыть? Это конверсия называется, конверсия, он, самая последняя с правым конверсиям. Что-то я не специалист в рекламе, ну, как к ней так, всегда не особо внимательно. Ну, АКОС очень хороший, CTR тоже очень хороший на самом деле. То есть вот то, что ты сейчас озвучил, очень неплохо. Ну, вот у меня просто идет, соответственно, спен, CTR, селс, АКОС. Конверсия я не вижу. Это ты где, в центральной смотришь? Я смотрю All Campaign. А где? All Campaign. Impression, клик, CTR, спен, ордер, селс, АКОС. Там можно справа, если ты в селер-центральной, там есть такая кнопочка, на которой там нарисованы рычажки. Вот если нажать, там можно включить конверсию, она тебе покажет конверсию. Так, Customize, если где? Ну, колонки, колонки, impression, клик. Да, да, и вот там можно выбрать конверсию. У меня нет такого конверсия. Advertising, cost, sales, order, cost, perfect, клик, спен, клик, impression, ads, default, бит. У меня, видимо, нет. Что-то я... Боже, ладно. Ну ладно, да, не буду откликаться. Ну, ладно, да, не буду откликаться. По крайней мере, у нас в программе конверсию можно посмотреть. Значит, вырезали вы свой листинг, все в нем замечательно, хорошие фотографии, хорошее описание, сделали себе у Дениса, заказали отзывы, там, вытащили их в видео отзывы и, соответственно, обычные отзывы наверх с картинками хорошие. То есть все, конверсию себе сделали замечательно, теперь можно идти в пересень. Значит, рассмотрим первые шаги. Первое, с чего надо начинать, подкаль. Если у вас одно ИСКЮ, если у вас несколько ИСКЮ, если у вас ИСКЮ с вариациями, все зависит от того, насколько вы готовы там грохать сил. То есть, в принципе, можно все вариации засунуть в одну компанию, но у них всегда разные конверсии. Опять же, в одних компаниях всегда может быть поиск по цветам и так далее. То есть, экзектам проще ИСКЮшки, вернее, проще вариации распихивать по разным компаниям. Там, где вы будете отлавливать фразы, типа, ну, там, чехол для айфона синий, например. То есть, у вас вариации там и синий, и черный, и зеленый. Лучше по экзектам, и по фрейзам компаниям раскидывать, чтобы вы могли еще цвета отдельно отлавливать на тех же экзектах и фрейзах. А вдруг, если у нас осины одинаковые, то есть, у нас на чайлдах одинаковые осины, только перен другое? Бывает по-разному? Ну, так не надо делать. Это вот я сталкивался уже с этим. Это будет куча геморрой, но лучше так не делать. Да, об этом и разговор. Да, лучше растаскивать по разным осинам. Не надо там, скорее, вешать один из первого, два разных осина, и так далее. Бывает, я сталкивался, у нас такие же вот есть клиенты. И нам геморрой, им проще все по разным осинам распихивать, и все. Далее, значит, давайте рассмотрим вариант, что мы привезли два чехла для фона. Один черный, второй зеленый. Ну, как вариант, значит, мы создаем пока изначально, первый наш шаг, мы вырезали листинг. Первое, что мы делаем дальше, мы создаем автокомпанию. Ну, как автокомпанию создавать? Это довольно просто, если вы в селер-централе, вы заходите в меню «Advertising», там есть такая кнопочка «Create new campaign», и, соответственно, там есть меню, там можно назвать компанию, можно выбрать таргетинг, вот таргетинг, надо выбирать автокомпанию. То есть это будет автокомпания, что это значит? Это значит, что Amazon сам будет подбирать ключевые слова, по которому будет, ну, с его точки зрения, релевантный, которым будет показывать наше объявление. Здесь можно отрегулировать ставку. На первое, здесь на первое время нужно ставку ставить максимально большую, насколько у вас позволит там выдержка и, соответственно, ваш бюджет. Вообще, в идеале, ставка должна быть выше, чем дефолт бит в вашей теме, ну, по самому главному ключевику, например, по броду. Да, потому что там брод в основном будет. То есть, если, например, я не знаю, что для айфонов какой там, да, ну, бывает, что конкурентный по броду бывает и по 2 доллара, и по 1,5 доллара. То есть желательно, конечно, залазить чуть выше. У вас, ну, у Дениса хороший случай, но в конкурентной среде у вас первые, там, 2-3 недели, вот пока нужно покрутить эту автокомпанию, у вас довольно так ощутимо будут списываться деньги. То есть, там, по 100 долларов, по 200 в день, может быть, там. Но это все окупится чуть позже. То есть, это некоторое время вам нужно пострадать, потерпеть, потратить свои деньги. У вас будет довольно низкий окос, ICIS который. Но задача этой автокомпании не в том, чтобы продать товар, а в том, чтобы собрать ключевики. То есть, те ключевые слова, которые вы потом, на основании которых вы потом будете делать уже настоящей взрослой компанией. Значит, первый шаг. Вы создаете автокомпанию для однотипных исков. Не всех туда пихаете, а только для, ну, один товар, предположим, 2 разных вариации. В нашем случае это чехол для айфона, черный и зеленый вариации. Вы делаете автокомпанию для этих двух чехол, встанете, там, 2 доллара. И запускаете, и, значит, готовитесь скрипеть зубами, потому что желательно на 2-3 недели она начинает для вас собирать ключевики. Чем конкурентнее тема, тем хуже ACOS будет. Вот у Лениса 18 на автомате. Это вообще что-то нереальное. Я могу сказать, вот здесь, знаешь, какая ситуация? А, по поводу конверсии, по поводу качественной риски с ултами. Все действительно в совокупности работает. То есть, если все сделается адекватно, правильно, и когда товар классно продается, кстати, это тот товар, который мы в группе по обучению ведем, то есть, его там видят, знают и так далее. Весь смысл в том, что, вот реально мой опыт показывает то, что, когда все хорошо, тогда все хорошо. А когда вот какой-то такой момент, естественно, это идет от рыбы с головы. Гниет также и здесь. Если товар чуть-чуть кривой, неправильный, даже листинги, даже цена, даже вот эти все сложнее, просто-просто сложнее, очень сложно. Вот, и за это нужно совокупность факторов. Желательно с самого начала продумать, выстраивать стратегию. И понимать, сколько потратится на PPC, посоветоваться с человеком, кто в этом разбирается, сколько вы потратите на продвижение. Я со многими людьми общаюсь, просто у людей нет вообще денег на продвижение товара. Это неправильно. И экономят на фотографиях, и как-то еще на чем-то. Они там переговоры на курсы, деньги потратили, еще на что-то, я мая. А сам товар дрянь. И тут тоже надо понимать, извиняюсь за вступление. Не-не, нормально, абсолютно. Так, ну, значит, о чем остановился? Остановился на том, что мы запустили автокомпанию, которая начинает для нас работать, ну, опять же, чем в чехла для айфонов, я уверен, что там, опять же, мне так кажется, что, скорее всего, там, дефолт-бит надо ставить чуть-чуть по 3-4 доллара, потому что тема суперконкурентная. И у вас, ну, бюджеты будут хорошие, там, в день профукиваются, но зато вы соберете хорошую статистику. Значит, опять же, если у вас очень мало денег, на которые вы готовы потратить без стелива щитков, есть еще другие варианты. Первый вариант – это, вот, опять же, Денис предлагает эту услугу, это взять самого жизненного конкурента в вашей теме. Ну, как его взять? На первой странице по вашему самому, как мне кажется, ну, чехлы для айфон-кейсов набрать, и вот самое первое, не в платной рекламе, не в платной, а в бесплатной рекламе объявление, вы отдаете его Денису, он вам сделает реверс-энжиниринг, то есть он все ключейки, которые есть к этому, значит, к этому товару, он вам все вытащит. У тебя же сейчас работает, да, Денис? Да, сейчас я скину ссылку в чат, кому интересно, может быть, не знаю. Да, это будет неплохой способ, да, это будет неплохой способ сильно сэкономить на поиск ключевых слов, потому что, как правило, у топ-конкурентов, у них все ключевики подобраны идеально, то есть вы получите себе, вот если вы сделаете реверс-энжиниринг по ним, вы получите себе идеальные ключевики, которые там, конкуренты ваши старались, годами собирали, а вы там соберете их там за 10 минут, и там за 5 долларов, я не знаю, почему там Дениска продает, за 10, ну там, я не знаю, сколько они сейчас стоят, вот, это будет сильно дешевле, но единственное плохо будет то, что у вас не будет никакой статистики по ним, то есть вы не знаете, сколько, какой ключевик, это будет высокочастотник, это низкочастотник, то есть вы получите список, и из него потом надо будет делать пассивную компанию, но здесь есть плюсы, во-первых, этот список будет из действительно хороших ключевиков, то есть вам не надо их искать где-то, то есть вы их уже получите в готовом виде, единственное, потом из него нужно будет создать пассивную компанию, и выяснять уже, как из этих ключевиков, что является высокочастотниками, что среднечастотниками, и так далее, и тому подобное, и под них уже отдельно уже плодить потом компанию, но это второй способ, есть еще третий способ, это специальные сайты, на которых есть ключевики, это типа Keywords Inspector, на которых сейчас в последнее время гигантская, и сажал, что он не работает, поэтому ничего не могу про него сказать, есть еще Merchant Wars, есть еще бесплатный Sonar Tool, никогда я не пользовался, не могу ничего сказать, но вроде отзывы плохие, и плюс он бесплатный, то есть можно оттуда попробовать собрать ключевиков, то есть вы выводите оттуда пол-два один ключевик, там iPhone Cases, и дальше он вам начинает выдавать ключевики, которые связаны, релевантны этому iPhone Cases, соответственно их можно будет потом из них делать пассивные компании. Значит, минусы какие-то всех этих сервисов, вам придется создавать пассивные компании, в любом случае, но пассивные компании, они гораздо более точнее, таргетированные, нежели автокомпании, и соответственно, плюс, единственный автокомпании, это то, что он вам еще соберет довольно длинный хвост, который, например, в Menchamp Wars довольно сложно собрать, все автокомпании, когда там 2-4 недели поработают на высоких ставках, они вам еще длинный хвост ключевиков принесут, и там вы сразу будете видеть статистику по вашим ключевикам, то есть вы сразу увидите ВЧ, вы сразу увидите СЧ, ну, высокочастотный, среднечастотный, и сразу можно уже с автокомпанией делать уже, минуя пассивную стадию, делать уже готовые компании, ну, то есть, дальнейшие шаги. И если вы получаете чужие ключевики, вы не получаете статистику, и вам нужно будет пройти еще стадию пассивных компаний, я чуть попозже о них тоже расскажу. Ну, вот, собственно, три основных способа, то есть взять ключевики у конкурента на сторонних сервисах, либо самый дорогой, но самый точный, это автокомпания. А комбинировать как максимально эффективно, ты считаешь? Максимально автокомпания, конечно. Комбинировать, если все-таки ты, ну, вот, например, мы еще... Ты знаешь, можно комбинировать, на самом деле, есть еще один способ сэкономить на автокомпаниях, это вырезать, то есть каждый день их мариноторить, каждый день скачивать, ну, либо, ну, скачивать, те самые отчеты, есть, конечно, фанаты, я называю там, уроды, они скачивают отчеты в Excel каждый день следят, но, когда у вас довольно много их отчетов, это довольно сложно, поэтому лучше всего воспользоваться каким-то сервисом, например, нашим, да, там, или конкурентами, которые будут это делать, отслеживать, то есть, есть хороший способ сэкономить, это минусовать сразу, то, что неэффективно, то есть, как это делается, вы запускаете автомат, начинает собираться какая-то статистика, вы в нашем сервисе, заходите в автомат, заходите в Search Terms у нас, и, я не знаю, сейчас попробую расшарить экран, если вдруг кто-то что-то увидит, ну, на самом деле, это довольно просто, можно и словами рассказать, то есть, вы заходите в компанию у нас на сервисе, заходите в Search Term Tracking, и там начинаете либо интуитивно, либо уже по статистике, там хорошо видна статистика, те, где у вас довольно высокое количество кликов и нет, вернее, да, высокое количество кликов и нет продаж, вы их начинаете минусовать, но это не, вы так берете все нерелевантные запросы, потому что Amazon часто ошибается, и вы сильно на этом сэкономите бюджет, то есть, ну, вы сами прикидете, если вы проведете айфоны, там, например, будут чехлы для Самсунга, там еще что-то, то есть, явно вам нерелевантны, то есть, человек никогда не купит, но случайно откнулся на ваших, поэтому их можно вылавливать в Search Terms, видеть, что кликов много, ну, то есть, это случайный заход, то есть, люди, ну, просто их заинтересовало, красиво, как вы, давайте я посмотрю, но покупатель все равно не будет, потому что ему нужен чехол для Самсунга, вот, их можно на ранних стадиях вылавливать и минусовать, просто в нашем сервисе это довольно просто, то есть, вы галочкой выделяете эти подозрительные слова, потом нажимаете кнопку Action, добавите их в минусы слова, и все, и они добавляются, и бюджет дальше по ним не списывается, то есть, это позволяет вам, так, довольно прицельно, аккуратно работать с автокомпанией, чтобы меньше список денег, чтобы и сервис был выше, чтобы он был, наоборот, нефт. Вот, то есть, с этой стадии все, значит, что мы имеем в итоге, вот 2-3 недели у вас прошло, вы покрутили эту автокомпанию, либо вытащили, давайте начнем с автокомпании, потом пассивно перейду, вытащили автокомпанию, что мы имеем после двух недель компании, мы имеем список ключевиков с их статистикой, даже не ключевиков, сейчас все равно, с их статистикой, очень коротко, чем Search Terms отличается от ключевика, Search Terms это поисковый запрос, это, предположим, вы на Яндекс пошли и ввели туда купить чехол, это будет поисковый запрос по-английски Search Terms, соответственно, когда юзер что-то набирает в поисковой строке Амазона, это будет называться Search Terms, то, что мы выставили в рекламе, какие слова, чтобы отлавливать Search Terms, это называется ключевики, то есть Keyword. Разница между ними, то, что мы задали, это называется Keyword, а то, что юзер набирает в поисковой строке, называется Search Terms. и корреляция между ними такая, то есть есть, опять же, многие не знают, есть три типа, называется это Match Type, вот этих самых поисковых фраз, которые набирает юзер, и корреляция с теми ключевиками, которые мы задаем в системе. Есть три типа этих ключевиков. Первый называется Broad, то есть широкое соответствие. Это означает, что в любом порядке есть эти ключевики в той фразе, которую набирает юзер. То есть если юзер набирает чехол зеленый для айфона, да, ну я по-английски имею в виду Green iPhone Case, например, а наш ключевик выглядит как Case for iPhone, да, то это то, что набрал юзер, оно будет так как широкое соответствие, то есть слова могут миксоваться, в любом порядке находиться, например, одно в конце слова, второе в начале и так далее. Амазон воспримет, что да, совпало. То, что юзер набрал, совпало с нашим ключевиком и он показал рекламу. Это брод соответствие. Самое широкое, ну это как, его можно сравнить с ковровым губоментанием, потому что здесь получается много довольно нерелевантных запросов, они разбиты, есть какие-то длинные хвосты там, которые тоже довольно странно там люди набирают. Но это называется брод, это как правило самый дешевый запрос, то есть за брод стараться не надо, платить много денег, потому что они не приносят высокой конверсии, они как правило низкоконверсионные. Следующий этап называется фрейс, то есть соответствие по фразе. Это означает, что вот ту фразу в том порядке, которую он написал, например, чехол для айфона, он должен, вот этот кусок, не перемешан, должен где-то быть в поисковом запросе, который назвал, соответственно, ее держит направо. То есть строго чехол для айфона зеленый нам подойдет, например, но айфона, чехол зеленый уже объявление не будет показано, потому что слова перемешаны уже соответствия не будут. Это называется фрейс. Это более точное, но все равно здесь бывает много хвостов и соответственно она тоже не самая дорогая. Самая лучшая для нас и самая дорогая вообще в принципе это экзакет, это точное соответствие. чем оно хорошо и собственно я чуть-чуть попозже подальше расскажу к концу уже, но это означает, что ваше объявление, ваше реклама показывается только тогда, когда юзер набирает чехол для айфона и ничего больше, никаких хвостов. То есть если чехол для айфона зеленый набрал, а наше объявление, наше кейворд выглядит как чехол для айфона, то уже не будет показываться реклама. Хорошо это чем? Это собственно показывается только то, что вы хотите, то есть только тот ключ, который вы хотите. И с помощью экзактов можно довольно неизорно двигать органику. То есть дальше мы рассмотрим как это делать, но запомните пока, что экзакт это в принципе пока для нас самый интерес рекламной кампании. Далее. Значит у нас прошло две недели, мы потратили довольно много денег, что мы получили замену всего этого. Значит у нас появился опять же, если в нашей компании в статистике, можно зайти посмотреть отчет серф треккинг, если напрямую на Мазон не пользуется программа типа нашего, это нужно скачивать отсчеты по серфтермсам, они там есть перформанс репорты и довольно и хмудные, которые вы скачиваете в Excel открывать, еще раз, лучше всегда это делать в каких-то программах типа нашей, которая позволяет авторизированно сделать, иначе это довольно сложный процесс. Соответственно, у вас появляется список с ключевиков и вы видите по ним статистику. Как правило, нам интересны те ключевики, у которых, которые находятся в заданном диапазоне, ну то есть ACoS, которые нам интересуют. В нашей программе это сделать довольно просто, там нужно зайти в меню Tools, сделать серфтерм курс, выбрать эту автокомпанию, она автоматически покажет серфтерм курс, который попадает в заданный, я уже привык так опорс называть, так я буду называть опорс, который попадает в заданный опорс, до 30%. И, соответственно, в зависимости от количества кликов и количества показов мы начинаем плодить компанию. Значит, существуют под самые высокочастотные ключевики, которые у вас есть, ну в нашем случае это будет iPhone Cases и так далее, iPhone Cases седьмого iPhone и так далее. То есть там, где количество кликов довольно велико, эти ключевики нужно выделять в отдельные компании. Отдельные компании нужно строить из трех отгрупп, одна отгруппа будет на экзек, вторая на фрейс, третья наоборот, для них делают разные бюджеты. И, соответственно, опять же, надо смотреть, потому что, например, на iPhone, на экзек, это будет смертвоубийство, скорее всего. То есть там люди сидят с такими ставками, бюджетами, которые они бьются за первую страницу, что для молодых, что называется, пользователей, туда, ну зайти, ну, просто где-то там полгода, просто сливать туда громадные бюджеты, чтобы вы хотя бы там куда-то подвинулись. Поэтому, скорее всего, здесь будет хорошо работать экзек на каких-то более таких, менее, точнее, частотных запросах, но где еще есть там возможность побороться там за первую страницу и так далее. Вот. На менее конкурентных сферах, опять же, смотрите сами, то есть, конечно, нужно самый высокочастотный на экзек сливать бюджет. Ну, раз уж мы к этому пришли, расскажу зачем. Здесь очень простая логика. Как Амазон ранжирует выдачу на первой странице? Вот этот алгоритм там, А9, А10 там. Каким образом он показывает, когда вы набираете, например, чехол для айфона, да, айфон кейс, и почему кто-то на первом месте, кто-то на втором, кто-то на третьем. В основном, там есть, конечно, масса факторов, но основное, что двигает выше, это количество продаж, которые произошли после того, как юзер по этому слову искал товар. То есть, если юзер просто купил, где-то там увидел на сайте, случайно, то аранжирование никакого не произойдет. А если вот юзер набрал в поисковой строке, например, купить чехол для айфона и купил потом, то есть, он увидел выдачу, нажал, перешел, купил, положил в корзину, купил, то вот после того, как произошла продажа, соответственно, именно по этому ключевику ранжирование, то есть, Амазон посчитает, что ваш запрос очень даже релевантен, потому что вот люди ходят и покупают, и он начинает его ранжировать выше, то есть, поиски вы поднимаете выше. Ну, идея понятна, да? То есть, мы даем рекламу PPC, именно поэтому вы вылетаете где-то в списке сверху в рекламе, юзер на вас кликает, Амазон думает, ага, раз он, значит, по этому ключевику что-то купил, значит, товар неинтересный, людям надо его показывать, им надо ваш товар показывать выше, выдачу. И, соответственно, основная идея в том, что когда вы, и это работает именно на экзак, потому что, если на фрейс поставить, то там пойдет всякая вот эта шушера-мушера, вы начнете сливать бюджет, и он совершенно вам, ну, то есть, не пригодится. Это работает только с экзак. И работает довольно хорошо, а сейчас это единственный способ повлиять на ранжирование, соответственно, вы создаете экзак-компанию, опять же, надо очень аккуратно, потому что, если вы придете там в чехлы для айфонов, да, и начнете сюда экзак, я говорю, что вы будете присылать там миллионы долларов, но не попадете даже на первую страницу, потому что там суперконкурентная тема, и там настолько огромный бюджет нужен, что, ну, вам это не светится. То есть, в менее, в каких-то конкурентных сферах это очень неплохой способ себя поднять, там, до второй, до первой страницы, даже если у вас там тема не очень аккуратная, просто сливая даже не очень большие бюджеты на экзак. Но фактически это работает как выдача, что вам не надо никого искать, если вы просто даете рекламу, люди уже покупают сами. Теперь, далее. Денис, как слышно? Отлично. Да, слышно, отлично. Теперь, второй вопрос, значит, вот после того, как у нас были ключевики, каким образом, каким из этих ключевиков, значит, самое главное, автокомпанию мы останавливаем, потому что она нам, в принципе, уже не нужна. Все, что мы хотели узнать, все, что мы хотели из этой компании вытащить, она будет, соответственно, у нас уже есть. Мы, не то, что ее останавливаем, мы убираем бит, ну, куда-нибудь, там, я не знаю, в 50 центов, в 70, там, в доллар, ну, просто выравниваем, смотрим, какой будет, то есть она нам нужна с целью зарабатывать всю статистику, мы уже с нее получили. То есть мы смотрим уже, какой от нее окознанный. То есть если для нас окознан 30 комфортный, соответственно, мы смотрим, какой там бит поставить, чтобы у нас там приблизительно окоз был 30. Мы все эти серж-стернсы, которые мы там насобирали, мы из них начинаем платить компанию. Значит, первые компании, о которых я уже сказал, все ключевики, там, ну, я не знаю, первые пять, на которых сам льется большой трафик, мы каждый ключевик выделяем в отдельную компанию. То есть если у нас там iPhone Cases, iPhone 7 Cases, iPhone 7 Plus Cases, то есть под каждый ключевик мы создаем отдельную компанию, в ней делаем три отдельные группы, Exact, Frase и, соответственно, Broad, и везде назначаем разный бюджет, потому что на Broad бюджет будет довольно маленький, на Frase будет чуть повыше, и на Exact самый большой. Какой делать бюджет? Это довольно просто, потому что Amazon сам подсказывает, он показывает такую штуку, как Suggested Bit, и для начала можно просто везде потыкать в этот Suggested Bit и дальше уже смотреть, что происходит. Suggested Bit означает то, что вы окажетесь в зоне гарантированных показов. Не факт, что Amazon вас начнет показывать, но если все у вас будет хорошо, если вам Amazon понравится, то Suggested Bit это гарантия входа в гарантированные показы. Что такое гарантированные показы? Сейчас мы быстренько отвлечемся. гарантированные показы это подсказка Amazon, он дает вам такой диапазон от и до, в который надо уместиться, то есть вам нужно сделать Bit в этот диапазон, чтобы вас начал он показывать гарантированно. То есть если вы ниже покажете, то он же не сможет вам прогарантировать, что он вас где-то покажет, а скорее всего он вас не где уже не покажет. Если у вас будет выше диапазон, то это уже хорошо, это значит Bit плюс уже будет. И соответственно вы просто будете очень много денег на это тратить, а показывать у вас точно будет. А ниже уже не факт, что он вас покажет. И соответственно когда вы первые делаете ставки, вы ориентируетесь на то, что вам предлагает Amazon, дальше вы уже вырветесь. Ну просто этот старт, с которого нужно читать, понять какие там ставки, какой там у вас будет опрос и так далее и тому подобное. Но тем не менее в любом случае какую-то статистику вы уже с автокомпанией имеете, поэтому вам проще уже председательно представляете какую ставку там нужно ставить, чтобы у вас был такой опрос и так далее и тому подобное. Лирическое отступление. Значит, ну и дальше соответственно вам нужно будет самому самостоятельно следить за тем, что у вас происходит со ставками, следить за уровнем конверсии и так далее и тому подобное. Ну как правило нужно следить за ставками, чтобы если у вас есть какой-то комфортный опрос, например, третий, если у вас вылетел за этот опрос 50-60 означает, что ставка у вас слишком высокая, вам надо допускать. Но, опять же, это фрейс и бро, про экзек я расскажу дальше, потому что в экзеке совершенно нормальное дело, когда у вас 50-60-70, потому что экзек он работает совсем по-другому и у него это слова двойного назначения. То есть на них не только зарабатывают, но соответственно вытаскивают органику, о чем я говорил. Поэтому опрос на экзек он может быть и 60, и 70, и 100. Все зависит от того, насколько хорошо он вам вытаскивает органику. То есть если вы видите, что ваши слова начали расти в выдаче с помощью того, что вы на экзек хорошее белье взгляете, и вы увидите, опа, у меня уже было на 10 страниц, сейчас уже на 3, вот он растет на 2, ну значит вам чуть-чуть повыше нужен еще окос. Вы этот окос потом отобьете с органики. Не надо переживать, что вы столько денег тратите, вы с органик потом отобьете. Если вы увидели, что у вас там этот ключевик вырос за счет того, что вы прилично льете на экзек компанию с 10 на 2, то означает, что у вас еще органика начинает добавляться. То есть то, что вы теряете сейчас на рекламе, вы слегка компенсируетесь тем, что у вас органические продажи пошли по этому ключевику. Вот. Лирическое отступление. Значит, что, раз уж я начал рассказывать про систему, как мы упрощаем жизнь людям, которые пользуются нашей системой в данном случае. Ну, во-первых, мы сейчас, многие работают с нашим автобиллером, мы его очень сильно усовершенствовали в последнее время. Он стал, ну, довольно точным инструментом сейчас. То есть, если раньше довольно все было приблизительно, сейчас автопилот работает, ну, во-первых, у него появилось достаточно много настроек. Основные настройки, буквально, вот я на прошлом семинарии говорил, что Амазон начал давать, раньше он этого не делал, мы писали им в техподдержку и так далее, но я не думаю, что ради нас, но там много, видимо, писало. Он стал как раз отдавать жестов ПИД на АПИ, то есть, это для таких систем, подобных нашим, он стал уже вот эти прогнозы по ПИДу отдавать сторонним сервисам. Раньше это сделать было нельзя, мы тыкались, как слепые котят, не понимая, куда нам шкузасти. Сейчас это позволяет, ну, не то что ювелир, но довольно комфортно работать автопилотом, потому что мы знаем, основная проблема автопилота была в чем, то есть, человек не знал, какой у него там, в какой ума косе он держался в диапазоне гарантированных показов, он ставил окост довольно низкий, ну, ему хотелось, мне хочется 20 окостов, у меня там в среднем 40, а я хочу 20, то есть, он ставил окост 20 на автопилот, система не знала, что она, если она сделает ставку ниже, она окажется ниже гарантии, она делала ставку ниже, человек выпадал с гарантией, и все, продажи прекращались, люди прекращались, вся торговая вставала, люди к нам приходили, говорят, а что творится, а почему у нас мы поставили 20, ну, потому что в 20 вы вылетали из показов, сейчас у нас переработана эта система, у нас есть в автопилоте такая галочка не вылетать из гарантированных показов, что это означает, что система будет стараться, если вы задали довольно низкий окост, опустить вам окост до того уровня, минимального, но не вылетите из гарантии, то есть вы не вылетите из гарантии, и у вас будет самый минимальный опрос, какой у вас может в принципе, чтобы обостроваться гарантийных показов, вот, ну и соответственно, там еще есть adjusted bid, то есть можно поставить, чтобы где-то в серединке всегда выставлялись, вот, ну, там есть довольно точные настройки, вот, и второй, собственно, момент, самый важный, который у нас сейчас есть, он заработает завтрак, обеду, сегодня последнее там бета-тестирование было, мы сейчас стали нашим клиентам предлагать трекинг, что значит трекинг, вот вы видите, например, какую-то exact-компанию, вы знаете, что если ввести ваше там слово, чехлы по айфону, вы сейчас там на 150, ну, предположим, айфон дает, это самое, амазон дает, просматривать, там, будет 20 страниц, вы сейчас, предположим, на 18, то есть вы начали, стартанули на 18, и вот вы начали exact-компанию в PPC, вы включили трейдинг для этого ключевика, и дальше вы, ну, как и на зон-лан, и так далее, то есть вы видите выдачу в органическом, в каком месте вы находитесь, то есть вы, предположим, сегодня там на 180, завтра на 100, вы всю эту статистику будете видеть, на 135, вы чуть-чуть увеличили окос на exact-компанию, опять же, с помощью автобидера, опа, я уже на 115, еще увеличил, ого, а я уже там на 90, и так вот, можно увеличивать на exact-бюджет, оказаться там, ну, все зависит, если Amazon, посчитаешь, у вас хороший CTR, там, конверсия, чем у вас лучше CTR, тем больше вам Amazon будет давать показов и кликов, соответственно, вот таким образом можно дойти и до первой страницы, просто увеличивая их бюджет на exact-ы, не следя за трекингом. Значит, на базовом аккаунте мы даем 50 слов трекать, 50 ключевиков по трекинг, сейчас мы, опять же, скорее всего, будет апдейт, который позволит автопилоту, например, вы на автопилоте можете настроить, что я хочу оказаться там на 25 месте, пока я не окажусь на 25 месте, не уменьшать бюджет, ну, прям увеличивать бюджет, пока я не окажусь на 25 месте, а потом уже, ну, в органическом увеличивании, а потом уже можно бюджет либо отсоставлять на этом месте, либо попытаться его снижать, но это вот у нас будет апдейт, такой тоже можно будет на стройках автопилот это все задавать. Вот, пока этого нет, пока вручную, То есть вы можете просто отслеживать в зависимости от того, какие суммы выливаете на экзек, на каком месте вы находитесь в органической выдаче. Опять же, это можно не обязательно взять для экзека, это можно взять для фрейса. В общем, для любых ключевиков, которые у вас есть в компаниях, вы можете нажать на кнопку «Эт-трекинг», и вы начнете смотреть, на каких позициях в органической выдаче находятся ваши ключевики. Ну, опять же, это у многих есть, просто у нас нервы, сейчас у нас это тоже есть, и опять же, удобно это все довольно смотреть, там, зависит от того, сколько бюджет тратите. Ну, то есть вместе со статистикой, просто что вы видите в органике «Огайен» в таком месте, например, хорошо видно, что я, например, 100 долларов потратил на эту рекламную кампанию, и я оказался, предположим, на пятом месте, ого, а если я потрачу 2, я, наверное, буду на первом. То есть это все вот видно, и довольно удобно таким образом смотреть на расход денег, и, соответственно, зависит от этого, в каком месте органической выдаче вы находите. Вот, это я скажу очень коротко про создание рекламной кампании. Дальше, вот я остановился на самых высокочастотных, по высокочастотным понятно. То есть, опять же, я рекомендую, если вы делаете, ну, Exacto, понятно, это такая довольно компания, можно ее ставить на автобидер, но можно и не ставить, можно просто высокий автобидер поставить, там, 50-60%, смотреть, что происходит, и там ее либо повышать, в зависимости от того, как ваш ключевик выдача в организме, ее там, либо понижать. Тоже, кстати, автобидер очень удобно пользоваться, потому что он всегда будет определенный вам уровень поддерживать. Вот, а вот это все мелочь, и броды, и фрейзы особенно, обязательно, опять же, я у себя ставлю у всех на автопилоты, я держу их в, значит, в гарантированной выдаче, ставлю у себя. Она, кстати, по умолчанию сейчас у нас включена. Единственное, здесь надо быть очень аккуратным, автопилоты наши это делают, но если вы бродовскую компанию какую-то ставите на автопилот, всегда ждите то, что у вас, например, ну, если пассивная, вот, а сразу говорю, что вот, дальше мы рассмотрим пассивные компании, пассивные компании ни в коем случае не ставьте на автомат, это слив бюджета. То есть пока вы не уверены в ключевиках, пока вы не уверены, что это рабочие для вас ключевики с хорошим опросом, на автопилот лучше не ставьте, потому что автопилот начнет задирать ставки, и по нерелевантным для вас словам, и это начнет слив бюджета, поэтому вот пассивные компании, которые мы дальше рассмотрим, собственно, на них автопилот лучше не включать, потому что это приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому автопилот отлично работает для фрейзов, для экзактов, для бродов, по тем ключам, в которые уже вынули, там, из авткомпании, они с хорошей статистикой идут, там, либо после пассивных компаний, из, там, реверс осина и так далее, вы уже уверены в ключевиках, вы можете уже их включать на автопилот. А автопилот – это шикарная вещь, то есть это избавляет вас от 90% вот этого бегания, там, включения-выключения ставок, смотреть, что происходит. Ну, то есть вот я сейчас вот своей компанией, которая ведут у меня автопилот, я даже про них не думаю, я знаю, что они идеально работают, потому что единственное, там, смотрю, там, иногда бывает, что если он, там, из гарантии не может выйти, там, окон слишком большой, просто эти ключевики, либо отключая, либо разрешая автопилоту уходить ниже, чем гарантированно показывать, ну, если они у меня неэффективны. Ну, это, опять же, все, раз в неделю это можно делать, они каждый день, там, бегать, включать, там, suggested beat, там, или еще что-нибудь, ну, то есть это избавляет, там, от 90% геморроза. Так, я предлагаю сделать перед их на вопросы, если какие-то есть, а дальше к пассивным перейти. Первое, это самое такое, наверное, автокликеры, вот, и что с ними как посоветуешь? А никак, это только Амазон с ними борется, тут ничего не сделаешь абсолютно, потому что сразу, ну, как тебе сказать, если ты чувствуешь, что ключи их хорошие, а у тебя по нему, там, а пост нулевой, там, да, и явно, там, что-то не то происходит, написать в Амазон, и пусть они... А никаких, понимаешь, никаких методов с этим борьбы нет вообще. То есть, ну, ты единственное, просто смотри, в такой ситуации, если у тебя, там, будет автобидор работать, он этот слово занесет в негатив. То есть, у нас, у автобидора есть настройка, что если 20 кликов, там, или ты можешь настраивать количество кликов, и нет ни одной продажи, он это останавливает слово и заносит его в негатив. То есть, потом у тебя просто придется оттуда вынимать. Ну, а, делает как? Раз в неделю захочешь, смотришь, что играет в негативе, если у тебя там реально хорошие какие-то слова, которые раньше работали, пишешь письмо Амазону, говоришь, ребята, вот такая ситуация, я чувствую, что меня скликивают, раньше эти слова работают, сейчас не работают, а никаких способов борьбы с этим. Нет, я понял, просто, если я тебе говорю, опыт какой, то есть, в этом отношении. Письма пишем в Амазону, помимо программы. Нет, с помощью программы, понимаешь, программа у меня со скликиванием борется, то есть, она как борется, то есть, она, когда видишь, что происходит скликивание, она останавливает слово, заносит негатив. То есть, ты большой бюджет не потратишь, потому что автомат, он умеет это дело различать, то есть, у нас система сейчас защиты от этого стоит следующая. 20 кликов, ну ты настраиваешь, то есть, если у тебя, например, конверсия, ну, 10%, да, это означает, что каждый десятый клик, ну, средний, да, он должен продавать. А если у тебя вдруг пошло 50 кликов и ни одной продажи, это значит скликивание. Наша система, что в таком случае делает? У тебя есть настройка, вот в самых главных настройках, это бидеры, есть такая штука, там, количество кликов до попадания в дегатив. Это означает, что у тебя там прошло столько-то кликов и ни одной продажи. То есть, у тебя сплет явно скликивание идет. В таком случае у нас система просто останавливает ключевик и заносит его в негатив. Пока ты не разберешься, то есть, с ним идешь потом в Amazon, там пишешь письмо, что ребята явно склик, они проверяют. Короче, минимизируют. Защита стоит, да, защита стоит, но, опять же, с этим бороться сложно. Александр, ну, я понял, просто минимизируют, на каком этапе, это уже там, все равно настройки, так понимаю, уже на тонкую идет. Не идеально работает автобидер. Включил на двух компаниях, поставил АКОС 30%, продажи прекратились, поскольку автобидер в основном ключиками сделал ставку 20 центов, просто и снизил. Вот, вот, это, собственно, о том, что я и говорю. Об этом я и говорю только что. Значит, во-первых, мой совет у человека, который уже этим автобидером пользуется, у нас апдейт был на прошлой неделе, у вас, видимо, компания была автобидерная решена раньше. Значит, два варианта развития событий. Первое. Еще раз зайдите в настройки, и у вас есть там настройки stay in the range, в общем, остаться в гарантированном показе. Там есть такая галочка. Нажмите ее, если она у вас не нажата. Это означает, что автобидер вернет вас в гарантию. И не позволит вам уходить из гарантии, даже если он увидит, что для того, чтобы снизить опрос, им нужно будет уйти из гарантии, он оттуда не уйдет. Вот, про эти все настройки, собственно, вот я сегодня говорил. То есть, данному человеку я просто посоветую зайти в настройки автокомпании, автобидера, и проверить, стоит там его, калка или нет. Если не стоит, поставить. Если стоит, то подождать, пока автобидер вернет в гарантию. Еще вопросы есть? Спасибо. Спасибо. Можно ли в параллельных АД групп ставить одни и те же СКЮ, они не будут конкурировать на бедах? Не понял. В разных компаниях поднимутся тем, что я не понял вопрос. Можно ли в параллельных АД групп ставить одни и те же СКЮ, они не будут конкурировать между набидами? Да, понял вопрос. Он не совсем корректен. Можно ли, скорее он должен выглядеть так, можно ли, СКЮ-то у вас там везде более-менее одинаково, можно ли в разных группах ставить одни и те же ключевики по одним и тем же СКЮшкам, по которым они конкурированы. Вот так, наверное, довольно корректный вопрос стоит. Можно, но это привезет к непредсказуемым последствиям, потому что они действительно начнут конкурировать между собой. Не то, что конкурировать, а Амазон будет выбирать что-то одно из них. То есть Амазон не будет два раза вас показывать, а то бы все бы там 10 компаний групп наплодили, и вся выдача была бы вашей. Нет, на самом деле Амазон выберет. Это называется дубли, и у нас опять в системе есть такая штука, планы дубли, то есть дубли довольно плохо. В плане того, что именно в статистическом плане плохо, потому что у вас со статистикой начнется чехарда, Амазон сегодня это покажет, завтра это покажет, ничего нормального показывать по этому ключевику не будет, поэтому дубли лучше искать, ему лучше власть будет, и дубли лучше не планировать. То есть не надо делать так, чтобы у вас один и тот же ключевик был в разных группах, на них те же искать, это не очень хорошо. Поэтому старайтесь от дубли избавляться, потому что это не есть губик, скажем так. Так, следующий вопрос. Негативные слова – это те ключики с верштером, по которым нет продаж, но по которым идут флики, нет продаж. Негативные слова бывают двух видов, по которым либо вообще 100%, ну, это либо слишком высокий окос и никаким изменением старых его не поменять, ну, то есть это нерелевантный запрос. Например, продажи по нему чисто случайные, и, ну, вот хороший пример негативного ключевика, это, например, у человека Samsung, да, телефон, и он ищет себе чехол для Samsung. Ну, вот он добрал там Samsung кейс, и вдруг случайно каким-то образом Amazon посчитал, что надо и ваш iPhone показать, и человеку понравилась картинка, ну, просто вот, ну, прикольная картинка, ух ты, елки зеленые, какая красивая картинка. И он туда заходит посмотреть, вот, здоровая картинка, но он никогда его не купит, потому что у него Samsung. Ну, куда ему этот самый iPhone? Вот, и он просто зашел, вот понравилась картинка, заинтересовался, но покупать он его не будет. И вот как раз Samsung есть в данном случае, это будет негативное слово, потому что деньги-то вы потратили на то, что он туда зашел, то есть он на вашу рекламу кликнул, но он ничего не купил. И бывает тогда так, что, например, у него Samsung, а вдруг случайно у его девушки, да, оказался iPhone, ну, блин, какой красивый, я тогда свою девушку куплю. Я себе Samsung тоже куплю, да, или жене, да, а вот жене у него, вдруг так совпало, но я их куплю, вот он красивый, мне понравился. Но в таком случае, ECOS у вас будет там под 500%, под 300%, потому что, ну, мало у кого там, да, предположим, что пойдет так, что у него, у девушки нет чехла, а ему нужен Samsung чехол. То есть вот такие ключевики, в принципе, наши автобидеры такие сами ставят на негатив, то есть они негативные слова. То есть они видят, что кликов много, продаж нет, и они выбирают их из ключевиков, ставят негатив. Но вы делаете это сами руками, если вы не пользуетесь нашей программой, и вы просто смотрите, где нет, где клики идут, продаж нет. Довольно просто их найти. Либо ECOS там, в ходе запредельный, и вы снижаете ставку там, да, и ничего не происходит. То есть он все равно остается не запредельным. Вот такие ключевики надо ставить негатив, потому что они негативные вам ни при каких распадах, даже если вы там бит уменьшите, все равно они остаются негативными. Поэтому есть еще теория, что негатив можно пускать с каким-то экстремальным рискным битом, там по 2 цента, да, там минимально решен на Амазоне. И вот как раз вот этих отлавливать, у которых у девушки есть айфоны, что они вот с таким низким центом, с запасом, кто-то из них купит. Но у меня положительной статистики поэтому нет. Хотя вот он, Брайан, тот же он говорит, что в принципе так можно делать, но можно делать, но положительной статистики у меня поэтому нет. Так, следующий вопрос. Актуально достаточно на данный момент, что ставит на Prime день сегодня? Сколько процентов от обычной ставки надо уменьшить или увеличить эти 30 часов? О, ну, ребят, ну, во-первых, Prime Day еще не начался, он только вечером все и начнется, где-то часов там через сайт. А во-вторых, все сливайте, весь бюджет рекламный. Чем больше, понимаете, здесь не надо ничего ставить, это, грубо говоря, Prime Day обычно 2-3 дня. То есть просто они с ускоренной перемоткой такой сегодня произойдут. То есть это ваша торговля там за 2-3 дня, у них там за месяц бывает такое тоже. Ну и бюджет точно так же ваш будет сливаться с такой же скоростью. То есть если у вас сегодня будет торговля там в 5 раз лучше идти, чем обычно, то и бюджет у вас в 5 раз больше стыжится. И с этим никак не побороться. То есть не будет толпы вот этих вот покупателей, которые будут там до 150 страниц находить вас там искать, нет там внизу. Нет, они точно так же будут кликать на первую страницу, на рекламу, и просто их будет сегодня больше. Нет, то есть товар не закончится на них, то есть они не пойдут на 50-ю страницу у вас в СССР где-то внизу, да, с дешевой ставкой. Они точно так же будут покупать с первой страницы, просто их будет гораздо больше. И покупать они сегодня будут больше. Поэтому просто у вас там в 5 раз увеличится бюджет, но со ставками ничего там шуровать не надо, оставьте как есть. просто готовься к тому, что реклама у вас сегодня спишется в несколько раз больше, чем обычно. Ну, с сегодняшнего вечера начинают по штатам, не имею в виду. Так, спрашивают, кто такой Брайан? Бог PPC? Ну, не пост PPC, но Брайан это довольно известный человек PPC. Многие его знают. Это такая Брайан как голова, да, как говорится. Но довольно известный человек PPC. Вот. И ну, праймер нудрые вещи говорит. Вот. Поэтому многие его цитируют, скажем так. Короче, Брайан Джонс. Пошли дальше. Да, да. У меня скликивается дневной бюджет, при этом продаж нет. Ну, вы мимо кассы просто. Вы рекламируете Samsung на территории Apple просто. Видимо, так. Ну, опять же, знаешь, а вдруг человеку так повезло, что его там какой-то злобный китайский конкуренция нет, который охраняет свою песочницу и всех новичков там встретили. Знаешь, такое тоже может быть. Может быть, конечно. Много нюансов. Тут много. Надо смотреть в каждом случае. Тут никаких сразу так страны никто не скажет, что происходит. Надо разбираться, надо смотреть. У универсального здесь университета нет. Ну, скорее всего, ты прав, что скорее всего, что-то он там не скажет. Ну да, мы как бы говорим о новичках, мы же здесь не великие профессионалы, из-за этого тут тогда мы могли бы откинуть этот вариант, а этот вариант на данный момент самый вероятный. Александр, или просто у вас цена может быть высокая. Посмотрите вокруг себя. Ну да, что-то там не то. Что вы, что вы, да. Посмотрите сессии, посмотрите конверсию свою, и посмотрите количество покупок в принципе. Программа Сёрстёр для бэклиста набирает несколько слов со скобками. Кавычки и только первую строку. Может, я что-нибудь так делаю, я не знаю даже. Александр, сложно сказать. Еще за программой Сёрстёр и вот мне интересно. АБ-тесты, кстати, вот насчет АБ-тестов у нас в планах наверное концу этого месяца сначала следует, что АБ-тесты тоже будут. Потому что АБ-тесты довольно штука мощная и мы хотим еще прикрутить к АБ-тестам автобидер наш, чтобы он репрайснич такой делал. АБ-тесты на самом деле совершенно правильный вещь, просто сейчас многие пользуются сторонними софтом, мы хотим в наш тоже настрой. АБ-тесты что такое? Вот у вас есть листинг, у вас есть цена, у вас есть фотографии, у вас есть описания, буллеты, отзывы. Предположим, вы зафиксировали, у вас есть статистика за последние месяцы. Вы поменяли цену, предположим, и вы смотрите, что произошло после этого. И вы собираете статистику еще за две недели следующие. И смотрите, продажа у вас увеличилась, прибыль у вас увеличилась, и вы поменяли фотографии и тоже самое вспомнить. АБ-тесты на самом деле довольно хорошая вещь. Я еще раз говорю, что мы планируем их строить на штук. Соответственно, нужно всегда Б-тесты, если у вас уже больше заняться нечем, что у вас все хорошо, что ППС работает, все хорошо, начинайте делать Б-тесты, экспериментировать с фотографиями, специальными ценой и так далее и тому подобное. Да, если вы не хотите расширять свой ассортимент и так далее, повышаете эффективность. Не, понимаешь, на самом деле есть люди, которые делают совершенно правильную вещь, они немножко так себя подраскручивают в свою продажу, а потом набирают фрилансеров, аутсорсеров, которые начинают прямо вылизывать тесты, гиабы-тесты, какие-то там хвосты собирают по броду, автобидера там вылизывать, там еще что-то, то есть, это позволяет вылить продажу, Ну, позволяет, но это тоже относительно. Все-все, а просто самому может это всегда лениво заниматься, а если человек, который будет продавечиваться, почему нет? Может быть, если учесть, что Amazon постоянно все меняет и органическая выборка и все остальное, может быть, это очень сомнительно, но ладно, можно двигаться дальше, если вопрос органика на первых-вторых страницах по всем ключам PPC ставит на прайм-день, лучше так, чтобы только на странице конкурентов показывать, то есть, на 40% меньше, чем в обычные дни, и все уже ставят на странице 2, 3, 4, ну, то есть, короче, не наверх идти, а вниз идти, что народ будет там капать и так далее, и так далее. Я так понимаю. чего-то, 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 я не очень помню вопрос, что значит наверх-низ. Ну, вот, короче, Константин еще раз спрашивает, или утверждает, я не понимаю, тут многоточие в конце, еще вопрос, органика на первой-второй страницах по всем ключам PPC ставит на прайм-день лучше, так, чтобы только на странице конкурентов показывалось, то есть на 40% меньше, чем в обычные дни и все же ставит на странице 234. Короче, замудренно. Да, что-то я не понял, о чем речь, но еще раз я хочу всем довести до средней, не надо ничего менять Prime Day. Prime Day это обычный день, то есть вот неделю взяли, да, и сжали ее в один день, все то же самое происходит, ничего не меняется. Единственное, некоторым поизводам росла, и росла Amazon, взял их на Prime Day, у тех, кого Amazon не позвал на Prime Day делать ничего не надо, просто вы будете увидеть, да, ускоренную пленку, такую перемотку, и в том числе с вашими рекламами. Единственное, что я многим посоветовал, отпустите там, где вы знаете, эти самые daily budget поменяйте, потому что у вас, скорее всего, daily budget все вылезут сегодня, и там, где у вас там стоит, там, ну, в среднем вы выгребаете на 100 долларов, и daily budget у вас стоит 100 долларов, отпустите, или поставьте 500, там, долларов 600, понимаете, чем хорош Prime Day, что продажи идут, 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 а бах, а у вас бюджет вышел, все, вылетели из игры, и ваш конкурент начинает торговать, поэтому, отпустите daily budget и сегодня на один день, да, вы увидите уже, там, какую-то гигантскую сумму в PPC, но вы такую же гигантскую сумму увидите сегодня продать. Многие же говорят Prime Day ноль, у многих вообще никак он не проходит. Так он еще не начался, не, ну, я имею в виду, пройдет, он с десятого, я имею в виду, пройдет, пройдет ни о чем, то есть, у очень многих продавцов, товаров, вообще никак не касается Prime Day, я слышал. Ну, возможно, да, это Amazon просто, что такое Prime Day, это Amazon придумал фишку летом, так как продажи плохие, раскачать, но с Черной Пятницей, там, с Рождеством сравнивать даже нельзя, из-за этого сильно, там, что-то, я не знаю, ну, вот мы ее вот в том году как-то пропустили, вообще никто не заметил, никто даже не знал, никто не заметил этих продаж, а в этом году, вот, разговоров много, но я практически уверен, что основной массе вообще никак не заметится, если у вас там 2, 3, 5, 10 продаж, так и останется на них, плюс-минус. Ну, нет, конечно, вот эта вся мелочь, которая по 25-м страницам вышивается, и, естественно, там, до них никто не долезет. Ну, да, нет, 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 хорошо замечают те, которые наверху, вот они хорошо заметят. Новый год. Я говорю, что вы PPC старайтесь вылезти наверх, потому что покупательные способности увеличиваются, это однозначный факт. Если вы себя покажете, если вы себя заметите, если вы дадите PPC в Prime Day, у вас будет, за один день у вас усвестит товар, сколько-что там, за несколько дней, там, за неделю, они там повезут, там, и за месяц, да, то есть, есть такие, там вообще красота, но, в чем преимущество, в чем преимущество, кого он отобрал, что он будет делать, на первой странице заставлять? Ну, я не знаю, у них, по-моему, в DILS какой-то, меня не отобрал, поэтому я не знаю, надо спрашивать, у кого отобрал, там, по-моему, типа, что-то like, и DILS у них там будет. Ну, понятно, рассылка, короче, пойдет, да, и все по большому счету, если вы о тем DILS, так сказать, ну, так, Константин уточняет к тому длинному, очень замудренному вопросу и утверждению заодно, обычно в такие дни при огромном трафике конверсии минимальна, поэтому может лучше сосредоточиться на органике в эти дни, ну, естественно, все работают по-разному, у каждого свое, у меня есть там 30 страниц, в товарных остатках фигня осталась, из-за этого я сейчас если у человека есть такая статистика, то я уверен в ней, конечно, тогда надо отрубать PPC, но я, например, не знаю, насколько это верно, поэтому... Не, вот у меня, например, проблема, что у меня товарных остатки, мы до прайм дня дошли и все продали практически, вот, и мне еще там почти месяц сидеть и ждать out of stock, вот, кстати, про out of stock я забыл рассказать, сейчас вопросом отвечаем, про out of stock потом расскажу. Вот, то есть, получается, это у каждого своя ситуация, а кто-то действительно на 25 страниц, а кто-то с большими остатками на первых страницах сидит, и у всех будет индивидуальный подход, из-за чего я не люблю глобальные курсы, глобальные какие-то вот эти вот заманухи, потому что индивидуальный подход это то же самое, что у Aston Martin ручная сборка и вас на конвейере, вот и получится, у них, как это, универсальная вещь, это универсальная вещь, которая ни к чему и универсальная не подходит, вот и все, так что надо нормально к этому относиться, так, Александр еще тут, там есть функция по подбору ключей в Backlisten, вот она криво работает, есть такое? Ну она не предполагалась на самом деле, чтобы она прям прямо работала, это довольно приблизительная функция, опять же, она офигительна, то есть она очень прямо работает, когда у вас гигантская статистика, а когда у вас там статистика, у вас там 5 продаж через 10 дней, но она ничего не покажет, потому что у вас серферс, там код наплакал, для того, чтобы она хорошо работала, у вас должно быть много статистики, много серферсов, и она отберет самые такие хорошие слова и заполнит ими все 4, у меня были есть клиенты, у которых там настолько много статистики, что даже если там брать по самым отнести кликов и так далее, то она заполняла все 4 вот эти по тысяче этих самых поля, вот, а когда у вас там 5 продаж в день, ну, 5 слов, а может, она отберет, там 7, потому что нет статистики, поэтому именно эта функция работает хорошо на большой статистике, поэтому на малой статистике лучше на нее не рассчитывать, а брать, например, там сильный ресердж у Лан Дениса и так далее, то есть она не будет хорошо, она не предсказательна, она ничего не парсит и ничего не делает, она берет из ваших же серж-тернсов просто от статистики те, которые продающие и в которые есть смысл там выкладывать бэкэндс на самые ну, статистики если у вас нет статистики, то она и не будет работать, это совершенно нормально. так, ребята, вопросов нет, давай тогда рассказывай нам по аутов стоках. значит, смотрите, я вот на своем опыте могу рассказать как бороться с аутов стоком, но я еще на человеке рассказал, значит, сразу хочу сказать, ничего страшного в этом нет, никакой трагедии нет, если трагедия в том, что вы абсолютно однозначно вылете из органики на тот период и затаскиваете, вам придется опять потратить деньги на ПТС на высокий опост, чтобы туда обратно залезть. Ну, пройдет какое-то время, это там, я не знаю, неделя-две и вы туда вернетесь, но просто вы немножечко потратите денег. Вот я могу сказать, что я потихонечку начал возвращаться, у меня там выделили один опост сток был, значит, ну, неделя-полторы там, с высокими опостами, но, опять же, просто я работал там, неделю в ноль, скажем так, да, там, полторы, там, две недели в ноль, то есть, я, мои рекламные расходы на ППС, они были там, ну, сожрали всю прибыль, но, там, недели-полторы ППС начинает подтягивать органику, вот, органик начинает генерировать прибыль, значит, каким образом это делать? Сразу хочу сказать, экзакты, то есть, броды вообще все убирайте, броды вам не нужны, они ничего хорошего, но только если они у вас в хорошем работали, там, то есть, приносили какую-то прибыль, то тогда на это берете самые для вас нужные экзакты, там, если вы продаете чехлы, то есть, вам задача ваша вернуться в органику, опять в выдачу туда, куда-нибудь наверх, откуда вы вылетите из-за того, что у вас понятие встава, сам Амазон для вас этого дела не будет, никогда и ждать там молиться, и там, ждать дождя, то есть, тоже не стоит, значит, делать все как обычно, то есть, вы берете, запускаете по самым для вас нужным ключевикам везет компании, то есть, туда, куда вы хотите вернуться в органику, ну, там, предположим, кейс для, чехол для айфона, чехол для айфона зеленый, чехол для айфона 7+, там, я не знаю, еще какие-то, это самое, генеритики под них, экзе-компании, под каждый ключевик отдельно, и начинаете удалить бюджет, причем, адово, начинаете лить, то есть, чем быстрее вы хотите вернуться, тем более адово выльете в фонда бюджет, а, что значит адово, это вы вставляете там 3-4 доллара за бит, включаете бит плюс, обязательно бит плюс, иначе адово не получится, вот, и начинаете туда, просто с ужасом смотреть, какие у вас туда суммы спихиваются, но потом у вас начинает немножко сердце отпускать, потому что вы видите, что у вас начинает органик возвращаться, и вот когда вы по органике начинаете возвращаться туда, где вы были, вы начинаете вот этот ад отключать потихонечку, потому что он, в принципе, уже поддерживается органически, то есть, если в первое время вы все время будете это тянуть к PC, потому что органика еще не потянулась, то потом, когда у вас уже подключится органика, вы можете уже потихонечку снижать к PC, и органика падать не будет, потому что она сама себя уже начинает тоже тянуть, вот, ну, ну, как-то вот так, и, собственно, по себе могу сказать, ну, там, полторы-две недели, первую неделю, конечно, просто ад, да, на это страшно смотреть, вот, но потом потихонечку все выравнивается, и никакой-то особой трагедии, нет трагедии будет, если вы будете сидеть на это смотреть, и думать, а, самоз когда-нибудь скоро вернется, а, ну, самоз скоро не вернется, вот, и, соответственно, экзактами можно вытащить, ну, опять же, здесь пойдет, тоже не надо успокаиваться, там, вы вышли, там, на третью страницу, на вторую, даже если на первую повезет, и вы отключили к PC, и все, типа, дальше самой, нифига, она может обратно отвалиться, потому что, может быть, через торганик вы не настолько хорошо высоко сидите, то есть, старайтесь как можно выше, то есть, вообще, идеальный вариант, я многих видел, там, окос на экзактах, где-то 40-50%, 60, да, остальное подтягивает органика, ну, и броды еще, куча бродов, которые, там, на 30% окос сидят, которые вам уже деньги генерируют, на самом деле, там, фрейзы, броды, они вам деньги генерируют, а окосы у вас деньги жут, но зато, они генерируют органику, которая потом вам генерирует, то есть, вот такая вот схема запутанная. В общем, основное, что хотел сказать, трагедии нет, единственное, вы будете сидеть вот это время, пока вы вытягиваете органику, вы будете ей без продаж, без прибыли. Соответственно, вся ваша прибыль, которая вам там достается, она, даже может быть, с заходом в минус, она все уйдет на PC, на вытасканиеобразную эту органику. Так, дальше, как раз по этой ситуации, совсем ничего страшного, пипец, и вихрь тратить по новой, а вот в стол, какой вихрь сейчас вообще не работает, какой вихрь, во чем, и вихрь уже, какой вихрь у людей. Люди, люди не в курсе, просто люди заточены, они, понимаешь, кто-то обучался, и им сказали, что вот, то есть, ты все сделал, иди туда обязательно, кто-то не обучался, многие вообще, кто этим занимается, продолжением, потом после. И, давай скажем сразу людям, один раз на всю жизнь, все, Амазон поборол индийской силы. Да нет, нет, зря-то так. Новый что-то будет, ничего страшного. Дело не в этом, дело не в этом, дело в том, что просто не надо на это затачиваться, не надо только всю стратегию выстраивать, отталкиваясь от того, что вы всех обманете, и как-то это сделаете. Как дополнительный инструмент, да, но не более того. Сейчас его вообще нет. Согласен. Он есть, я слышу, есть, где-то у кого-то что-то проходит, пролистывается, хуже, дешевле, дороже, вот, есть, но это не в массовом порядке, как раньше. Вот, из-за этого надо двигаться дальше, вихря нету, вот, там, я не знаю, там, все, меня запарили, чтобы здесь там устроить, выханали по покупке и по сбору вот этих средств на покупку одного на всех курсы, я категорически против этих всех денег. А, это за 200 долларов, это смешно очень. Первый момент, я... Это было очень смешно. Да, во-первых, сам формат мне этого мероприятия очень сомнителен, в принципе, я честно могу сказать. А во-вторых, ну, блин, по доллару собираюсь некрасиво, зачем? Ну, если уж на то пошло бесплатно, вот, неделя пройдет бесплатно, можно будет все это собрать. Во-вторых, я, ну, я не знаю, я на 100% уверен, что путевого ничего не будет. Вот. Так, дальше, значит. По поводу выхода, вот, как раз, из-за автостока. О, Денис, извини, у меня Prime Day начался. Я прям вижу, я каю, минутку продажи. О, понеслось. Просто я в онлайне смотрю статистику. Вот, у меня Prime Day начался, следите за своим. Повышаете, ну, в общем, не знаю, что хотите делать, у меня Prime Day начался. Ну, видишь, что мы этого сейчас собираем. Ну, извини, перебил, да. Ну, это у тебя, что там, по 10 штук в минуту, что ли, продается? Ну, пока нет, что-то уже понеслось. То есть, я страницу обновил, уже провел, уже бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Ну, хорошо. Я обновляю страницу, две продажи, обновляю страницу, две продажи. Ну, видишь, у меня такого нет. Ну, не важно. А, это как его звать? Смысл тот, что в аутосток выходят хорошо те товары, которые мы вот сейчас на тот момент вылетаем в аутосток. Не выходим, а вылетаем. Вот. И разговоры о том, что разные там схемы. Есть схема, например, поставить акцию на продажу, которая у нас в офферах стоит, в инвентаре, сделать наперед, у нас как бы товар будет висеть. Может быть, так сделаем, может быть, не будем. Но в любом случае мы будем вылетать на максимальных продажах. Мы цену сильно подняли, сильно подняли, но в любом случае она у нас дешевле топового конкурента. То есть мы стремимся не к прибыли именно, а сейчас мониторим больше ценник. То есть какой ценник нас будет устраивать в будущем. Из-за этого наша задача вылететь там на хороших продажах, на максимальных скоростях. Неважно. Вот. Один день 100 долларов мы заработаем больше, 100 долларов меньше, не принципиально для нас. Это первый момент. Второй момент. Кто был на вихре, поднимался. Кто поднимался серым продвижением, с аутовстока вылезти очень сложно. Это факт. Это невозможно. Уже многие, уже многие оплевались от этого. Вот. И я вам всем советую, у кого, кто попробовал несколько раз уже, делайте релиз, вывозитесь на предцентр и запускайте заново. У очень многих проблем. Не факт, что у вас такая проблема, нет, есть там и так далее. Но кто с такими вот способами пользовался, с аутовсток намного сложнее выйти. Никакой вихрь не поможет, даже если бы он и был. Ну вот. Так что аккуратно, внимательней. Вот. Работаем дальше. Следующий у нас идет, значит, во время ада автоматы PC Tools отключать. Дмитрий, скажем. Во время программ-дейли, во время чего? Во время ада? Да, во время ада. Ну, на самом деле, конечно, отключать, потому что вам никто не должен мешать насладиться вот этим инферно. Вот. Потому что автомат начнет что-то регулировать, а вам надо максимально устроить аут, то есть вот прям по полной программе. Поэтому лучше, конечно, отключать. А автомат начинаете включать, когда уже все остаканится. Не надо его... В этих вещах его не нужно использовать. Сергей опять хочет уточнить. Причем тут вихрь, к примеру, вы вложили много денег в рекламу, продвижение в месяц аутостока и можете считать, что деньги вылетели в трубу, нужно опять вкладывать. А, мы сейчас... Еще раз, я говорю. Бесконечно можем, давай сейчас это говорить. Нету трагедии по аутостоку, нету выгии. Просто, вот, как правильно Денис сказал, что вихревают эти все ребята, почему они так страдают и несчастные? Потому что они не пользуются PPC же, да, их вихрем вывели в свое время там. И у них органика довольно хорошо встала и все, она как бы сама себя кормит и у них так получилось, что даже PPC не нужно. А когда у вас органика рухнет, кто вас обратно вводит? В смысле в этом? Нет, смысл смотреть в чем? Человек говорит о том, что, когда ты вложил деньги, ты хочешь бесперебойный бизнес. Мы понимаем, я привез и не планировал, и я не планировал, что у меня... Да, я привез там определенное количество товара, я не планировал, что у меня так будет хорошо продаваться. Что я могу сделать? Предложите мне просто. Я из-за этого... Я просто не гоню в этом отношении смысл пеплом голову посыпать, цену задирать там, я не знаю, как некоторых, два раза. Во-первых, мне кажется, да, Денис, мне кажется, слово бесперебойное, слово Амазон, это не синоним. То есть на Амазоне всегда может что-то случиться. Понимаете? Некоторые люди страхуются, делают там 150 аккаунтов, да, там один, что-то с ним случилось, второй у него торгуется. Ну, то есть Амазон довольно предсказуемая штука, особенно если вы что-то там ухлюете, какие-то там отзывы покупаете, там там вихри, вот это все, вы всегда в зоне риска. Да, если вы не умеете спланировать правильно свои деньги, чтобы вас всегда в переплоне стоп был, да, или работать с китайцами, то вы всегда в зоне риска. Это даже не самое страшное, понимаешь, ну, просто хороший продаж, например, или еще что-то случилось. Ну, все бывает. У кого-то заслуженный... Нет такого, что у вас там все время кто-то гарантировал доход Амазон от себя как бы риск. И мы вкладываем, например, там готовые, там 5000 долларов вложили, например, там или 10, а продажи реально пошли. То есть ты же не знаешь заведомо, что надо было вложить 50. Если бы я знал, я, конечно, вложил бы. И мы сейчас везем уже в 4 раза больше, даже не в 4, а почти в 8 раз больше. Там и ассортимент расширяем, и товарные осадки задаем. Ну, невозможно просто это все учесть. Вот и все. Просто ваше собеседование говорит, что out of stock это не страшно. Нет, это ничего хорошего в этом нет, но страшного. хорошего ничего, естественно, да, я немножко эмбурально сказал. Out of stock всегда попадутся, просто из него можно выйти. Да, да. Не надо так, что все это на всю жизнь, и все, я никогда с этим не справлюсь. Нет, не справлюсь можно, но это попадутся, естественно, потому что ваш органик кружится. Вот все. Это недопонимание просто, да, потому что мы все понимаем, что... Out of stock сразу, то есть, out of stock, естественно, это плохо, потому что out of stock это все органика ваша вздохла, то есть то, что вы там накачивали PPC и так далее, в out of stock все, она умирает. И вам нужно для того, чтобы опять нас в предыдущей продаже выйти, вам нужно... Придется опять вкладывать денег, да, в любом случае. И надо тоже не забывать, когда... Мы же многие очень часто стартуем, я просто с людьми общаюсь, но реально люди вообще не планировали в продвижение вкладывать. Такое ощущение у нас, это пришел, на полку положил и ждешь капусту. Ну там, нет, человек заложил там, да, 15 отзывов, сейчас PPC включу на автомате, наберу ключи и включу там уже там, я не знаю, уже такие более точечные. Но это не работает. Это работает у там, я не знаю, у 5% населения, кто попал в товар. А у этих чуваков будет все работать. Там все продают, просто поставил товар и потом бегают, да и я там все узнаю на Амазоне. Ну вот, и рассказывает о том, что они там вообще такую классную программу, такие классные они там. Все на Амазоне, это те, кто, вот знаешь, кого можно слушать как гуру и вот так вот на него смотреть с глазами так, это те, кто продает там, я не знаю, там на 20-30 тысяч долларов в месяц чехол для айфона. Вот это гуру. Это можно за ними ходить в блокнотик, и записывать каждую мысль. Ну, понимаешь, у них тоже своя специфика. Там это, может быть и PC, это самая конкурентная сфера, ну и что, ну люди у меня есть, кто этими чехолами торгует, и он на своем 20-й странице и продает на эти 10-15 тысяч долларов. И что? Вообще ничто, он ничего не делает. Это сложно. Ну, блин, это сложно, он не знает даже ключей, у меня есть знакомые, он ключей не знает, что продается у него. Что сложного-то? Все много, много всяких моментов. Когда гуру, это те, которые прогнали сотни через себя товаров с удачным и неудачным опытом. Вот это гуру. Ну, естественно, которые делали выводы и повышали конверсию. Ну, я утрирую, да, здесь я сразу, я утрирую, может, не скажу. Да, да, а просто конкретно человек в конкурентной нише, да, это круто, конечно, я не спорю. Интересно, ну, надо понимать, надо с ним поговорить сначала. У меня прям реально есть человек, знакомый, давно я с ним не общался, он говорит, я не знаю, откуда у меня продаж дарывает. Я нахожусь по главным ключам на 30-х, 40-х страницах и там особо ни PPC, ни кручу, ничего. То есть где-то он там зацепился, в день там продает, грубо говоря, и вот у него там набегает там десятка оборотов, например. Ну, к примеру, вот из-за этого реально, реально комплекс, опыт, опыт дает. Мой опыт такой, что я вижу людей, с кем я познакомился год назад, кто не бросил, кто реально удачно начинал, неудачно, и у них результат растет. Вот это самое главное. Профессионализм дает результат. Вот это самое важное. И опыт у каждого будет свой. У кого-то 10 товаров, у кого-то 110 товаров, у кого-то 2 всего товара. Не важно. Вот, просто надо двигаться вперед, не останавливаться. Вот, и out of stock, это действительно не то дело, о котором надо, так скажем, задумываться только и все. Ну, будем двигаться дальше, будем опять деньги вкладывать. То есть вот у меня, я привез 500 штук. Не очень дорогого товара, но и не дешевого. Вот. Мы достаточно его быстро продали. Сейчас мы везем 2000 штук. Ну, опять, мы не знаем, что дальше будет. И опять мы будем вкладывать абсолютно то же самое. Но проблема в другом. Если у нас, например, продвижение через раздача, через искусственные выкупы, у нас мы уже раздали определенный бюджет. Ну, я могу раздать, в принципе, штук 100 товаров. Ну, 150, это уже мне тяжело. То есть больше 100, мне уже надо людей просить. То есть 100 у меня как бы отработано. Еще 50-100, это уже мне прям надо реально напрячься, всех подключить, кого я только знаю. Но больше я не смогу. Соответственно, если я еще раз вылечу в аутовсток, все, у меня ресурса нет больше. То есть из-за этого сейчас я, когда мы продвигали, мы потратили, насколько я помню, 37 ревьюеров у нас выкупов было. Соответственно, мне осталось вот на вторую поставку, мне, я думаю, без проблем, я зафигачу еще вот до сотки. Вот. Но не больше. Я надеюсь, что больше у меня аутовсток не будет. Но если он будет у меня, мне придет, и PPC у меня будет, естественно, работать. Однозначно. И когда я третий раз вылечу, ну, я понимаю, что могут быть повторные покупки, но если одни и те же люди будут повторно покупать, это не очень хорошо. Из-за этого я тоже наперед планирую. Вот. И мы также рассказываем разные варианты, разные схемы именно вот всяких таких вот случаев. И у каждого, естественно, свой опыт. Так, ладно. Давайте дальше. Так, значит, Коршун станет скоро гуру. Он такие трудные практики проходит, что опять у него будет очень скоро большой... Не пойму, чего там. Я не знаю. Ну, может быть, и будет. Я и прочь ничего не имею. Ну, вот. Я только не понял, что опять у него будет скоро очень большой. Что у него большой будет, интересно? Надо у него спросить. Опыт большой у меня будет, или что другой у меня большой будет? Ну, у нас у Артема там что-то большое будет. Я не знаю. Я двигаюсь по-своему, он двигается по-своему. Все набирают свой опыт, обмениваемся. Это самое важное. Какая разница у кого струя сильнее бьет? Ну, вот и все. Из-за этого есть люди, которые вкладывают гораздо большие деньги и с гораздо большими оборотами. И они ничего не рассказывают, никому ничего не показывают. Их можно понять. Зачем просто? Просто спрашивается, зачем? Если у тебя есть большой оборот. Вот у меня на данный момент товаров до последнего времени вообще не было. Я продвигал чужие товары. Вот. Вот мы потихонечку начинаем свои запускать. Ну, запускаем, набираем статистику. Ну, вот. Опять, если вы вложили 100 тысяч долларов, готовьтесь к обороту 100-200. Если вы вложили, я не знаю, 3000 долларов, ну, готовьтесь к обороту в 5000 долларов. Вот. И надо тоже понимать, если человек на десятку вложил и уже вышел на 200, это один человек. А человек, который вложил 200 и торгует на 100, это совсем другие люди. Вот. И за это мне вот эти обороты, скрины и все остальное, мне в принципе неинтересно, мне интересно конкретное знание человека, с которым я общаюсь, которые ими делятся. Я, естественно, этим буду делиться. Ну, вот. Вот и все. И будем большой опыт, маленький опыт, любым опытом будем делиться. Просто есть еще момент, очень важный, на него надо внимание обращать. Амазон постоянно меняется. Из-за этого индусы не перестали сами продвигать. Амазон постоянно меняет правила игры. И, к сожалению, очень часто бывает нечестно менять. Он играет абсолютно только в свою игру. У Амазона есть одно только правило. Нет правил. Хочу так. Он может задним числом правила поменять. Ну, вот. Все, что угодно. Из-за этого надо вразумительно к этому относиться, прикидывать свои риски, с какими деньгами можете рискнуть. Вот. И спокойно работать. И аутовсток – это просто частная история. И PPC – это частная история. Кто-то в большей степени работает на PPC, кто-то вообще только на нем сидит. Единственное, про PPC хотел бы сказать новичкам. Потому что все, я думаю, кто работает, все и так знают. На PPC практически невозможно генерировать свой доход. PPC делает очень много действий дополнительных, чтобы вы продавались в органике и там зарабатывали. Вот там доход. А PPC – это инструмент для зарабатывания в органике дохода. Правильно я говорю, Дмитрий, или нет? Ну, можно так сказать. Хотя, ты знаешь, некоторым удается не теми же бродами, фрейзами. Ну, понятно, понятно. Я тебе говорю, 90% обычных людей, которые нормально работают, конечно, не новички, я имею в виду. Новички, понятно, там как работают, кому как повезло, какой товар. Я говорю про тех людей, которые реально понимают, что они делают. Вот уже это самое. Вот у них реально 30%, я считаю, а COS – это вот нормально, это вообще отличный показатель. А это ноль практически, как правило. Соответственно, PPC не генерирует именно доход, а не продажи генерирует. Денис, я немножко тут с того не соглашусь. Давай, давай, давай. Значит, я немножко тогда свой кейс расскажу. Вот в моем кейсе как раз, ну, у меня довольно, ну, как у всех кейсов, у меня товар стоит сюда в месяц с перевозкой там 3 доллара, да? Я его продаю там за 30. Ну, это не, хотя бы, тот, который за 3, я продаю за 20. А тот, который за 4, я продаю за 35. Ну, это у тебя моржа хорошая. Таких товаров нет. У меня хорошая моржа, да. Да, я говорю про стандартные моржа. У меня как раз дается с PPC еще денег собирать. Это другая история. Это у тебя товар, не про который ты мне рассказывал? Слушай, я не помню, честно говоря, возможно. Ну, неважно, короче, про этих самых, где премиальный товар там выставляли, как обычный товар выставляли, как премиальный. Я этим не занимаюсь, но это тоже довольно тема такая интересная. Вот, ну вот, я говорю, да, исключение из правил есть. Я тебе говорю про стандартную наценку в районе 30, там, 30, 40, не более там, 50%. Ну, тогда, да, если вы сейчас жираете. Да, и за это, ребят, просто я очень много товаров прогоняю, ну, просто очень много, и наценки реально, когда наценка большая, это или трендовый товар, или сезонный товар, как правило. Ну, то есть, теми, которыми я работаю. Вот, редко-редкий случай, когда мы зарабатываем отложенных денег, там, на вложенный доллар, там, чистыми 2 доллара. Достаточно редкий случай. Вот, на данный момент, я, наверное, еще в том году находил достаточно часто, но, наверное, неправильно этот товар находил. То есть, не знаю. Вот сейчас, на данный момент, я и кого консультируем, и все остальное, мы прям вот закладываем 100%, это уже норма. А 100%, вот как у нас тут люди, многие любят считать, это 30% вот это вот какая-то там штука, ее под названием, уже не помню никак. Но в любом случае, то есть, 100% по минимуму это норм, с перспективой до 150-200%, когда мы будем чуть-чуть дешевле бестселлера, например, торговать, это нормальный, нормальный бизнес на Амазоне. Ну вот, то есть, из-за этого ничего из такого нет. 200% это вообще круто. То есть, если мы можем торговать с наценкой в 200%, то есть, сложного доллара, если мы получим грязными 3 и 2 чистыми, то это вообще великолепный результат. вот сейчас на данный момент мы как раз торгуем таким товаром, который в конечном итоге вывели постепенно цену, потому что мы начинали с демпинга, мы зарабатывали всего на вложенный доллар 50 центов, раскачивали таким образом, потому что экономили на фи и продвигали за счет низкой цены. В конечном итоге мы дошли до 200% примерно. То есть, сейчас мы реально зарабатываем сложного доллара 2 чистыми. Ну вот, под середину партии мы так начали зарабатывать. Вот, но это еще раз говорю, это хорошая наценка. Вот, и здесь и соис с PPC и проще, и со всем остальным. Так что ищите, всегда обращайте первостепенно на маржу. Маржа дает нам, помимо дохода прямого, дает нам возможность косвенно понять, насколько ниша конкурентная, насколько ниша так скажем, горячая, перегретая или насколько она интересная. Куда можно заходить. Так, по вопросам еще есть или мы спать пойдем. А то у меня уже 12 ночи, спать охота. Давайте последний блок, у кого что там есть. При большой наценке, конечно, я согласен. Сам, сам, сам Бог велел. Ну, вот таких товаров что-то прям, я имею в виду, в совокупности всех моих критериев, которые мы товары выбираем, плюс еще такая вот бешеная маржа достаточно редко находится. Ну, да, может быть. У меня просто такие товары были, и они прям, знаешь, такие трендовые товары. Вот последний из таких товаров, могу пример сказать, это вот это анголайзеры. Анголайзер там, он там, тулсы вот. Анголайзеров сейчас все понавезли. Да, да. Сейчас анголайзеры мертвые, у меня уже снова анголайзеры, они сейчас мертвые. Два-два месяца от когда? Я начал анголайзерами торговать по 19 долларов, сейчас они мне ставят по 5, и я их продать не могу. Да, и они стоили доллар в тот момент, а в закупке они доллар. Но проблема в другом, я как бы их заметил, ты когда их привез примерно? Ну, где-то месяц-полтора назад они начали. Ну вот, ну, я примерно так же, наверное, увидел, но я где-то два, наверное, месяца назад увидел, соответственно, я хотел железные болты. Болты и кнопки. А, я тоже хотел железные болты, но есть не крови китайцы. Кнопс, как сейчас помню, не болтс. Вот, я бился, 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 пластик у нас там есть, желтый, черный, синий и красный. Вот, я с ними бился, 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 потом алюминиевые пошли, алюминиевые из нержавейки, убогие вот эти, потом они, соответственно, рифленые вот эти пошли. Есть там, сейчас, даже еще следующая модель, но так мне болты нормальные не дали. То есть, я хотел именно пластик с болтами, потому что это расходы материалов. железный я тоже хотел, но мне китайцы тоже не сказали. Внутреннее железное... Тебе не сказали, заказывайте партию, там 150 миллионов штук, тогда вам надо сделать. Железная сердцевина по пластику, как такое может быть? Ну, короче, бред полный, я так их и не привез. То есть, я переговорил, я столько ресерчей делал, столько времени... И вот они... Я пригласил, слава богу, что их не привез, продать. Два месяца. Не, ну ты капусту снял по 18, хорошо поторговал? Ну, не сказать. У меня на лайтных диванях хорошо взлетались. Значит, ты его просто, да, не успел. И вот я вот этот кастомизацию, она элементарная, она логичная абсолютно. Простой товар с нормальными болтами, но это бред какой-то. Вот. И так алюминиевые тоже там месяцами собираются делаться. И я как-то плюнул уже и в ту нишу не пошел. И как раз я почему не думал, что все-таки это такой сильно трендовый товар, не думал, что они так упадут. Потому что все-таки товар повседневный спрос. Это не спиннеры. Это не какая-то там фигня непонятная. А нужный инструмент. Ну там просто их, там, знаешь, сколько их понатащили? Там же они хорошо по скауту видны были, по джангл-скауту. Они везде хорошо видны были, что тренд рос. Ну вот я и за это говорю. И естественно, все их по нас заказали. Ну вот у меня тоже такая же, видишь, все, в принципе, я говорю, кто уже на Амазоне лазит, уже там все все знают. Значит, я могу сказать по-своему опыту. Единственное, что скажу. Значит, не надо, ну, я в трендовых товар больше не полезу никогда. Потому что у меня был опыт с ними. Согласен. Ну нафиг. Это, тратишь время, силы и нервы, все работает пару месяцев, а потом все. Да, но это кто знает. Понимаешь, как ты можешь планировать? Да, у меня очень хороший опыт, кстати, с товарами, которые высококонкурентные и которые всегда нужны. Вот, я могу сказать, что я продаю на матраснике, и что-то у меня с день до дня они нравятся больше и больше, потому что там ниша, то есть, нереально конкурентная. То есть, очень туда тяжело зайти, очень. То есть, я туда залазил очень полгода каких-то. Или с протеканием? Без протекания, которые... Да, да, ватерпофф, которые, да. Ну, я за это говорю. туда залазил полгода практически, а сейчас мне очень нравится. То есть, они стабильны, всегда железно, у меня расходятся по любой цене, какой там назначить. Понимаешь? Но это надо полгода терпеть, и там невероятна конкуренция. То есть, там у нас... То есть, полгода я терпел, скрипел зубами, сливал бюджеты. Вот. Но сейчас, более-менее, они просто... Ну, вот, из-за этого говорю. С данным сервисом, где можно? Я вот сюда скинул, но сейчас еще в чат скину. Тут у нас и скидка есть, и все дела для группы, так что, кому интересно... Сколько же там, кстати, сейчас бесплатный период пользования? Две недели все то же самое. Две недели. За две недели, я думаю... вот я говорю, что завтра у нас будет, если вы пользуетесь трекерами, какими-то там, типа Amazon One, то есть, вы можете за них больше не платить, и смотреть, что у нас стоит. То есть, у нас завтрашний день начнется показываться, ну, ближе к вечеру, как прайм кончится, начнется этот трекинг по кучейкам. Так что, то есть, вы уже будете видеть, что, вам бегать, смотреть, что там с ним больше не надо. То есть, можете все у нас покупать. Ну, постепенно сначала будем сравнивать, насколько адекватно, все вам за вас, себя зарекомендовал уже, да, а здесь, как дополнительный инструмент, кто пользует PPC, это, в принципе, абсолютно... Ну, и бесплатно, и, соответственно, это удобно тем, кто вливает в органику этот рекламный PPC-шный бюджет, чтобы сопоставлять. То есть, сколько мы PPC потратили, и что из этого вышло. То есть, не надо бегать, смотреть, это все замечательно, абсолютно согласен. Так что, нормальный, нормальный вариант для тех, кому нужны именно комбайны, потому что все стремятся к комбайну. Программа комбайн, которая делает все. Вот, так что, в принципе, интересный вариант. Вот, вот такая история по трендовым товарам. То же самое, с ними я познакомился с начала года. Ну, прошло уже, считай, 6 месяцев, очень много трендового товара. Мне кажется, все прошли через спиннеры, да? Нет, нет, не согласен. Первый, это были у нас для бороды, расчески, потом, соответственно, брод, бирброд, там вот эта всякая фигня, вот эта, треугольная расческа, которая бороду стригла. Потом, соответственно, ну, фиджет кьюб, наверное, все-таки был у многих, потому что он появился в конце августа, и мы еще пока не понимали в те времена, что такое там, как этим работает, с товарами, с такими бешенными продажами. Вот. Но он как-то прошел мимо, хотя намного по фиджет кубу и по фиджет спиннеру и фиджет тойсу, фиджет куб номер один, на самом деле. По долговечности, на самом деле, с конца августа до начала, до конца апреля жил, а спиннер всего два месяца. Он с марта, он стартанул там в январе, а нормальные продажи пошли, это марта, апреля, я вот на днях смотрел. Историю. Вот прям реально, у многих трендовых товаров два месяца максимум. Вот, соответственно, что у нас еще были спонжи, у нас еще были, соответственно, эти анголайзеры, что я вот прогнал. Ну, что, первую голову пришло. То есть, вот четыре как минимум товара мы прошли за полгода. Вот. И да, я тоже согласен. Трендовые товары, кроме фиджет куба, который торговался, получается, с сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, он вот восемь месяцев людям приносил доход. Там, конечно, много своих нюансов, там кто-то по доллару торговался, Китая, кто-то там по пятнадцать с прайма, все по-разному, но он, по крайней мере, хоть жил нормально. А все вот эти трендовые товары, которые вспышки, так скажем, поймал вспышку, емэ, все, заработал, не поймал, пролетел, ну, вообще не тема. Ну, проще очень много геморроя, и он уходит в никуда. Да, это как раз про этот аутовсток, да, только это вечно аутовсток уже. То есть, здесь вы можете в аутовсток вылететь и просто забить на это. Вот. Есть товары суперсезонные, тоже тема интересная. Я вот их, например, еще не пробовал, у меня таких клиентов только был один, было прикольно его запускать, летний товар было запускать прикольно, по-моему, в февраль или начало марта, когда там топом стал с трех раздач, и сразу стал топовым продавцем. Тоже свой прикол, полгода торгует, нормально сейчас там. Четырех раздач с топом? Да, а там три продажи было вообще всего, то есть у топового продавца три, а вот мы летом созвались, там 20-30 продаж в день у меня есть. Ну, то есть, это не супер такой товар, но как бы не было. Мне очень интересны такие товары, мне очень интересны такие товары, прям реальная тема на будущий год. Я задумывался о контейнере всякого такого барахла летнего. На зиму что-то мне ничего не приходит в голову, а вот сейчас летом работаю, есть товары такие. И еще момент, немаловажный, помимо сезонности и трендовости, когда вы делаете ресерч. Очень внимательно смотрите на то, что самые говеные месяца для ресерча это январь и февраль, потом, наверное, июнь и июль. Почему? Ну, январь и февраль еще и там праздничные месяца, особенно январь еще декабрьские показывают, и мы вообще не видим реальных продаж. Декабрьские, ну, то есть в декабре нельзя ресерч делать, естественно, в январе нельзя делать, то есть вот в феврале сложно делать ресерч, потому что там свои нюансы. Вот. Но вот эти месяца, вот те же там диффузеры и так далее, очень много вот этого товара, зимнего, который начали в лето торговать. Это первый момент, то есть эти месяца, вы имеете в виду, что они могут быть обманчивыми, то есть сейчас будете летом смотреть средней продажи на те товары, которые будут через 2-3 месяца, когда мы будем торговать реально, они не будут, ну, сейчас они типа не продаются. И будем внимание обращать на те товары, каким там, я не знаю, для салатов, для какой-нибудь еще там фигни, думать будем. Да, у них там страна летняя, туда-сюда. На самом деле, они через месяц, через вас сдохнут эти товары все. А мы торговать реально будем тем, что сейчас на ресерчили. Так что очень внимательно ресерч делайте и планируйте всегда заведомо, что будет через 3 месяца. То, что вы начнете реально торговать только через 3 месяца. Как после начала ресерча, потом вы заказываете первую партию, она пока делается, пока едет, пока продвигается и так далее. То есть, очень внимательно к этому все относитесь. Так. На светлом фоне круче. Круче и что на светлом фоне? Вот. Так что, вот такая вот история. Все это складывается в единую картину со временем. Вот. И никаких страшных вещей тут не происходит. Так. Ну, в принципе, я думаю, все. Вопросов нет. Да, вопросов нет. Тут у нас все равно прервалось. Зря я надрывался, я на. Немножко. Не успел договориться. Ага, смотрю сейчас. Ладно. Запись в любом случае есть. Все. Да, на ютюбе. Все, тогда всем пока. Да, Денис, пока. Всем пока. И до новых встреч. Тогда снова будут обновления. Если кому будет интересно, мы тогда продолжим. Пописи, рассуждать про пассивные, тогда компании и так далее. Ну, в следующий раз тогда. По-любому, по-любому. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова